Привет! Сейчас я буду делать пакет рейсер 1, 2, 4, 5. Скачиваем инструкцию. Вот у нас открыт пакет рейсер в нашем учебнике. Переходим по ссылке инструкции. Здесь нажимаем кнопку скачать. Скачиваем инструкцию и открываем ее в Adobe Acrobat. Вот мы видим нашу инструкцию и поля, в которые нужно писать ответы. Вам нужно читать вопросы в инструкции и писать в поля ответы, а потом это отправлять вместе с PKA файлом, который мы сейчас и скачаем. PKA файл мы открываем в нашем пакет рейсере, который должен быть заранее установлен. Сейчас оно откроется, там будет наше задание. Вот у нас прогрузился наш пакет рейсер. Вводим свое имя, вводим email, группу или какую-нибудь еще информацию. Нажимаем ok, соглашаемся. Оно перезагрузит задание. Надо подождать. Вот. Все. Мы видим, у нас открылся пакет рейсер. У нас есть задание, у нас есть вопросы и инструкция к заданию. Чтобы она не терялась за главным экраном, можно нажать топ-галочку, и она не будет убираться сверху. Вот. Однако мне это не надо, потому что вы читаете задание, а вам сейчас просто расскажу, что тут в задании. А в задании нам объясняют и спрашивают о том, что вообще тут такое есть и что надо с этим делать. В общем. У нас есть одна глобальная сеть. Вот. Все эти устройства. Одна топология. Она разделена на интранет. Это у нас два офиса соединенных. Мы можем в физическом этом посмотреть, что это действительно два офиса. Вот. Раз офис, два офис. И вот они. Раз офис, два офис. И также еще домашний офис. Но он не соединен вместе с ними. Соединен через глобальную сеть. Вот. Здесь мы видим два локальных, две локальных топологии. Вот. Здесь у нас устройства, конечные устройства. Устройства конечные, потому что дальше от них никуда не идет соединение. Вот у нас не конечное устройство, коммутатор, к которому подключены конечные устройства. Сервер, принтер и так далее. Что у нас здесь есть? Нас спрашивают, какие есть устройства. В принципе, по группам и вообще. Вот мы снизу видим, что у нас есть устройства сети. Это у нас маршрутизаторы, коммутаторы, конечные устройства, компьютеры и тому подобное. Компоненты и соединения. И дальше там не нужны. Вот устройства сети. У нас есть роутеры, коммутаторы, вот switches, хабы, то есть соединители, беспроводные устройства, устройства защиты и эмуляции. То есть эмуляции сети, например, как вот этот интернет. Это у нас играет роль интернета, но по факту это у нас эмуляция интернета. Так как если мы зайдем, мы видим, что здесь у нас есть провайдеры и DNS сервера. Вот. Вроде как это все, что нужно рассказать. Считайте инструкцию, отвечайте вопросы и отправляйте задания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok